Мильяна. Насколько редко её имя, настолько и трогательная её история. 14 лет у неё обнаружили онкологию – острый лимфобластный лейкоз. Диагноз «рак» звучит страшно и, конечно, пугает всех. Сложный момент – это когда уже болезнь развивалась в крови, и было очень тяжело адаптироваться после того, как я уже узнала им не прокапали химиотерапию. В тот период я месяц не знала о своей болезни, от меня скрывала мама. После того, как я узнала, не было ничего такого, чтобы мне на душе было очень страшно. Просто сказала, что всё будет хорошо, мы пройдём через это. Когда у девочки обнаружили рак, жизнь словно перевернулась. Это была серьёзная эмоциональная стряска для мамы Мильяны. Она одна воспитывала троих детей. Как адаптироваться к этой новой реальности, у кого просить помощи, где взять силы и что делать со своими тяжёлыми чувствами? С таким грузом мать девочки обратилась в благотворительный фонд «Инфан». У её матери трое детей, ещё один ребёнок тоже инвалид. И их отец бросил, когда узнал, что эта девочка болеет, потому что ей часто приходилось приезжать сюда на лечение. Они сами жили в Дербенте. Получается, это семья из Дербента. Мать была вынуждена переехать сюда, в Махачкалу, из-за девочки, потому что она проходила курс химиотерапии здесь. И эту семью мы всячески поддерживали. Материально, продуктово, оплата жилья. Мильяна Мусабекова – одна из тех, кому удалось побороть болезнь. Сегодня она студентка третьего курса медицинского колледжа. Девушка вступила в ряды волонтёрского движения, активно участвует в общественной жизни молодёжи, учится играть на гитаре и рисует. Могу сказать, что мой взгляд изменился на мир. Стала более жизнерадостной. И раньше была, но стала осознавать, что помогать людям – это самое лучшее дело. Эта девочка для многих семей, как пример, и даже для меня самой. Потому что она, несмотря на свою болезнь, несмотря на то, что они переехали с другого города сюда, то, что они живут в таких условиях, она сама учится в медучилище, и она хочет подрабатывать для того, чтобы помочь своей матери. Также она летом продавала картины свои, которые она сама лично нарисовала на Родовском бульваре, чтобы какую-то поддержку сделать своей матери. На попечении фонда «Инсан» зарегистрировано более двух тысяч детей по разным направлениям – ДЦП, онкобольные, дети-бабочки и другие. Всем этим людям оказывается необходимая помощь, оплачивается лечение. На сегодняшний пятничный день есть три незакрытых сбора детям, которым срочно нужна помощь. Если вы хотите сделать пожертвование кому-нибудь из них, то можете это сделать через мобильное приложение «Инсан». Асель Манапова, Мураб Бигбарсов, Новости ННТ, Махачкала. Асель Манапова, Мураб Бигбарсов, Новости НТ, Махачкала.